Итак, у нас в гостях Вячеслав, Андрей и Павел. Я сейчас, можно, внесу небольшую лепту, у меня просто диапазон растормошить. Я 2-3 минутки скажу и потом передам Павлу, Андрею и Стофету. После моих небольших реприз будет как-то более темп вальса. Значит, самое основное, что очень здорово, я честно не ожидал, что такая тема, она мной очень любима, что такое наша речь. Ну, первое, изначально хочу зайти издалека. Изначально, по умолчанию, я буду сухо констатировать факт, а верить и не верить, это уже зрителям, слушателям, друзьям, так сказать, коллегам. По умолчанию мы общались телепатически. И только тогда, когда мы начали деградировать, пришли обороты речи. Только тогда. И вот я вам скажу самое главное, самое основное правило нашего могучего языка заключается в том, что в нашем языке не существует никаких правил. Все правила, все исключения, это абсолютная выдумка наших агрессоров, наших захватчиков и то прочее. Господи, твои слова и ученки моего русского языка рушат. Да, Вячеслав прав. Так есть. Так все есть. Секундочку. Я внимательно услышал. Вы знаете, самая большая сложность, что мы пытаемся буквицу на математическое понятие перевести. С одной стороны, это правильно, но большое заблуждение заключается в том, что мы пытаемся логикой буквицу понять. Буквица не понимается логикой, она понимается сердцем и душом. Душой невозможно буквицу принимать с тех стереотипов, которые нам навязали. Это очень главный ключевой момент. И я скажу вам больше, если я даже возьму за главную букву АС, или АС пускай будет, я могу, честно, вот когда-нибудь психану, напишу целую книгу с одной буквы. Потому что каждая буква это матрица, матрешка, которая множится, 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 и мне будет только достаточно одной буквы. Да, друзья, вас слушаю. Мне просто нет сил молчать, давайте я сейчас такое ляпану, в нашем языке позволено, ляпнуть. Дозвольте слово ляпнуть. Так вот, я понимаю, что Павел Андрей, возможно, со мной не согласятся, но фишка заключается в том, та буквица, которая изначально, по умолчанию, мы ее рассматриваем как язык и письменность, она была исключительно построена для математических исчислений. И только другие, абсолютно другие языки выполняли роль нашей письменности. Самый яркий пример, это сейчас, это называется арабская письменность. Я предполагаю, что вам ноги покрутят пальцем у виска и скажут, Котляров несет очередную ахинею. Но, уверяю вас, арабская письменность, так называемая, это был один из наших языков, который именно передавал полноту того, что есть. А буквица, над которой мы толчемся, это исключительно математика. Наверное, сейчас я предприму попытки и покажу, как слово «мир» писалось в восьми вариантах. Понимаете, вся сложность от того, что мы отталкиваемся постоянно от правил, которые нам придумали. Сто лет назад изменили до неузнаваемости нашей речи письменность и постоянно менялись. Что для нас первостепенно важно? Любая речь это своего рода программный код. Я, как человек, очень немножко не обученный в вопросах программирования, но благодаря своим изысканиям умудрился создать продолжение компьютера на игре Morrowind. Я вот заметил маленькую там уникальность, что если я даже пропускаю, когда я пишу скрипт, точку или запятую, или ставлю пробел, скрипт не работает, игра выдает эрор. То же самое и наша речь. Если мы используем наш программный код, ну, назовем его пока букву, пока подберем этот термин, и допускаем ошибки, то он идет на разрушение нас, идет эрор. Выстроить четкую структуру языка на данном этапе невозможно. Были приведены замечательные люди, Чудинов, Сундаков, те, которые поднимают наши древние знания. Не мое наблюдение, хочу привести пример уважаемого Виталия Владимировича Сундакова, как он четко нам рассказал, что означают руки. Помните эту пресловутую поговорку «чудеса в решете»? Так если знать древние славянские наши термины, все становится на свои места. Каждый палец на руке имел исключительно название. Там «чу», «почесать», «десниться» и так далее. Так вот, руки у нас назывались в зависимости от того, какой гильдии принадлежал, или не гильдии, там иерархии или обществу принадлежал человек. В зависимости от этого руки имели разное название. Если это была родящая женщина, то у нее автоматически левая рука превращалась в колыбель. Ну, она держала ребенка. И не путайте, колыбель появилась не наоборот. Колыбель, вот эта кроватка, появилась исключительно от руки. А правая рука называлась сорока. То есть женщина держала ребенка на руке и делала в это время 40 дел. Идем дальше. Если это торговцы, то получается на правой руке опять у нас сорока. Сорочинская ярмарка. И с сороками ничего общего не имеет. Ну, сорока это нарицательно. Сорока все хватает. А вот левая рука, она исключительно имела другую аббревиатуру. Она, сейчас у меня вот на ходу вылетела, но там было важно. При покупке мы должны были брать правой рукой, а отдавать исключительно левой. И это очень важно. То есть, вы поймите, правил не существует вообще. Когда мы ставим правила, мы себя загоняем в виртуальную темницу. Передаю слово. Ну, сейчас, пап, вы только что говорили о правилах и говорите, что их нет. Например, что брать деньги нужно было правой рукой, а отдавать левой. Это ли не правило? Это аксиома. Это даже не правило. Это как бы мышь... Сейчас рассмешить зрителей. Вот Спайдермен делал наоборот. Он надевал вначале штаны, а потом сверху трусы. А мышь должны делать наоборот. Мышь надеваем трусы, а потом сверху штаны. Это даже не правило. Это... Это приличие. Да, интересно. Я вам скажу маленькое мое наблюдение. Что нам дает легче дышать, уже по умолчанию является правильной панацеей. Если мы своими фибрами души и сердцем ощущаем, что нам от этих знаний становится легче, даже если они в какой-то мере заблуждения. Вот есть ряд людей, которые переходят на правильное питание. Надо питаться травой. Я не против питаться травой. Это хорошо. То же самое и речь наша. Да, да. Потому что это правильное питание. Это правильное. Покурим, да? Да, покурим. Давайте... Масяня, помните, я говорил в 2002 году? Давайте покурим-ка, покурим-ка, покурим. Вот. Павел, можно? Секундочку, секундочку. Я настолько вдохновлен, настолько приятно, что сейчас в эфире настолько компетентные для красного славца люди. У меня просто сердце и душа поет. Я просто уловил момент, что я не навел мысль до конца. Павел, я дополняю, не перебиваю. Так вот, что я хотел сказать. Виталий Сундаков говорил следующее, что... Рука называлась иногда левое решето, а правое чудеса. И поэтому, когда мы ложим чудеса в решето, становится все понятно сразу, автоматически. А вот сейчас вот Андрей, Павел, мы и благодаря Саше мы делаем очень важную вещь. Сейчас наши уважаемые слушатели и зрители, возможно, немножко лениво изучают эту тематику. Но уверяю, мы вносим огромную лепту. Потому что это как маленький червячок сомнения. В каждое сердце закрадется. И вы сами уже будете самостоятельно разбирать слова. Есть люди и осуждают, когда мы этимологически трактуруем каждое слово. Но я уверяю, никакой ошибки не существует вообще. Одно и то же слово, даже одна и та же буква имела 50 тысяч значений. 50 тысяч. Самое страшное, вы знаете, что в нашей... Не в буквице, а в рунице. Руница это вообще кульбит всевозможных... Ну, это всевозможных исчислений. Потому что руница настоящая, она читалась исключительно, насколько буква была выдавлена. Вы понимаете, что одна и та же руница могла читаться по-разному, в зависимости от того, насколько она была в камень вдавлена. Передаю слово. Информационное поле. Информационное поле. Информационное слово плохое такое. Я не люблю... Это нам навязали, что такое хорошо, что такое плохо. Вы знаете, только в нашем понятии есть такая моя наблюдательность, что мы мысли сказали, а потом подумали, озвучили или нет. То есть у нас еще осталось вот это телепатическое общение. Ловить этот момент. То есть мы головой передали собеседнику какую-то информацию, не озвучившей ее. Но мы абсолютно уверены, что у нас собеседник ее принял. Вот насчет космоса и насчет передачи знаний. Даю слово. Я могу продолжить. Есть такая фишка, что... Павел, есть такая фишка, вот продолжу Андрея, что вся феня это исключительно тот термин, эти термины из того языка. Но я не хочу их называть евреями. Почему? Потому что я ввожу в новое понятие мерды. Есть мерды, есть евреи. Вот. Поэтому, чтобы зрителям было понятно, вся феня... Келяем мы с корешем по броду, сечем футсин с мешками тащится. Вот Федя снял мойку и порешил. Жнем, днем, мерим, терем базар, вокзал, решили кентоваться. Куда свалить? Свалили на природу. Пастем, кошелки пасутся, ляхами трутся. Я одной пожба, но она в киши скипишь. Сечем менты поляну режет. Тут нас и повязали. То есть феня это исключительно еврейский язык. Передаю слово. Павел, можно воспользоваться? Ты мне такой шикарный пас дал. Я не знал, как это... Просто ходил... Нет, тут просто получается два Павла. Павел... Да, Дюба. Вот Дюба мне дал шикарнейший пас. Я не знал, как эту тему осветить. Это просто. Благо, что сейчас у меня камера включена. Я вам сейчас покажу очень важные... Важные жестикуляции, которые хочу, чтобы вы внимательно их изучили. Смотрите, есть такое... Видите, что я делаю сейчас? Это что мы делаем? Это мы... Ну, как вот... Богу молимся, да, там, или... Вот, молитва. А вы знаете, что это на самом деле означает? Это... Замыкаем, замыкаем. Замыкаем. Это у нас, считайте, наручники одеты. Наручники. А наши предки, они руки расставляли... Я не знаю, камера позволит. К небу, к солнцу расставляли руки. Слава богам, слава предкам. А молитва была наоборот. Мы, мы рабы. Господин, приди. Вот, вот. У нас руки связаны. Вот они. Вот смотри. Это принципиально... Принципиально, я надеюсь, меня кто-то услышал. Да, да, да. Точно много, если мы... 37 секунд. Дайте мне 37 секунд. Держи. Лови. 37 секунд. Я дозрел. Благодаря вам, я настолько вам благодарен, я сейчас произнесу самое важное. Я постараюсь максимально вложить в эти 3 секунды. Может, до конца эфира я буду молчать. Но сейчас скажу самое важное. Вы знаете, что мы говорим и думаем на разных языках. И тот язык, на котором мы думаем, гораздо больше. Что я имею в виду? Если вы обладатели того языка, которого мы сейчас говорим, приедете в любую страну мира, пускай будет Испания, Канада, Австралия, и встречаетесь с человеком, с которым просто сидите в пивном баре и не общаетесь, то вы телепатически уже по умолчанию передаете речь на том языке, который у нас уже заложен программой. И то, что мы вот это пытаемся подражать тому языку, это жалкая пародия. Есть высший язык, есть телепатический, и он не имеет ничего общего. Шикарно. Шикарно. Андрей, благодарю. Андрей, просто благодарю. Это просто шикарный пример. А знаете, почему шикарный? Племени Дагонов рассказали, пришли англичане к племени Дагонов. И потом нам придали статью и говорят, смотрите, вот к племени Дагонов рассказали, что они прибыли, за слова, пожалуйста, не цепляйтесь, к планете Сирию. А я спрашиваю, а как вы вообще вот эти англичане с Дагонами говорили? Вы им сказали здравствуйте, а они как вам в Австралии сказали кенгуру. А кенгуру, как мы знаем, переводится на наш язык, мы не понимаем, о чем вы спрашиваете. И записали. То же самое и Дагоны. Вы кто такие? Они... Вот видите, а Дагоны сказали, что они прибыли с планеты. Я не могу молчать, дай еще три секунды. Это был англичанин. А ты знаешь, что бы произошло, если бы наш человек с нашей речью пришел в это племя? Он бы это племя перевел бы на наш язык. Я вам говорю, уже племя начало бы говорить на нашем языке. Андрей, при всем уважении, ты догматик современной лживой науки. Это не в обиду, это в комплимент. Это в комплимент. Ты четко идешь по тем ниточкам, которые нам навязали. Отчасти может быть верно. Был у меня опыт немного изучения японского и китайского языка. Часть иероглифов действительно прекрасно трактуется с руники и часть слов понимать можно. Золотые слова, правильно, правильно, так и есть. Но только часть, потому что язык изменялся более... За 200 лет его переписывали 200 раз, правильно. Да нет, я даже не про русский, я про китайский. Так я же про него и говорю. То есть человек, который смог понять все эти слова, он прожил в племени 13 лет. Предположительно. А Виталий Сундаков просто в Бразилии перевел речь на нашу и сразу они начали спички называть спичками, стекло стеклом. Он не стал изучать их язык, он научил его нашему языку. А можно оживить зрителей? Я сейчас маленький опять 30 секунд возьму. Ребят, знаете, в чем наша сложность? Вот если бы мы без эфира, все было шикарно, но наши зрители засыпают. Иногда, чтобы их просыпать, пробуждать, Вячеслав Котляров выходит с интересными вещами, на мой взгляд. А потом по комментариям увидим. Я вам сейчас, простите, простите за мой харьковский акцент, я вам сейчас расскажу 30 секунд, а потом переведу то, что я вам рассказал. Значит, звучит это так. Перевожу на наш язык. Вот вы слышали только, что я сейчас сказал? Ну, я общался с немцами, они из уважения сказали «Неплохо, неплохо». Вообще чушь полная. Перевожу то, что я вам сказал. Я пойду в лес, где я с ней встречался в последний раз. Лес почему-то черный и страшный. Больно мне. Очень больно на душе. Разницу ощучили? То есть, ай, сварь, полицай, фирмир, бригадир. И вдруг... А ты не пробовал читать то же самое, только с немецким правильным акцентом? С расставлением... Да нету немецкого правильного акцента. Что сказал? Я говорю. Вячеслав Котляров говорит. Северный немец не поймет южного, западный, северного и наоборот. Нету. Есть язык, который кто-то правильно сказал, по-моему, все из нас, что даже если мы гипотетически на тысячу лет переместились в прошлое, мы запросто общаясь вот этим языком, по-моему, Павел сказал, мы поняли бы наших собеседников. Немножко бы, конечно, мы выглядели бы юродивыми. Но в целом на нас бы собеседники помнили. Ни один из современных языков, который существует на планете и перемещается на тысячу лет назад, не был никем понят. Был бы понят тот язык, на котором мы с вами общаемся. Я даже могу допретить язык, как я уже говорил, ничья комиссична, зорья наясная, выйдно хоть голки сборай. Выйд и каханая, пратья из моряна, хоть на хвилиночку в гай. Тоже поняли? Гайский язык, наверное, самый созвучный, я думаю. Самый веселый язык. Веселый. Я хочу дополнить. И же отход он людей? Может, если я дополню, я смогу уважать уважаемому человеку, который задал этот вопрос, больше картину раскрыть. Представьте гипотетически, за последние 200 лет, как ни странно, существовали торговцы. И вот когда они приходили в какое-то новое, так сказать, для себя сферу деятельности, они ставили для себя идолов. Им было разрешено у нас ставить идолов, которым они могли молиться, поклоняться. Или они еще, идолы по-другому называются кумиры. И вот про... Как это, знаете, есть такая поговорка, не создай себе кумира. Ну, не все ее понимают, что она значит. Кумир — это тот же самый идол. То есть человек имеет право создать этого деревянного истукана для других, но себе именно вот эту деревянную споруду он не имеет права создать себе кумира, чтобы ему самому поклоняться. Для всех можно. А вы знаете, откуда Задорнов берет эту информацию, прежде чем задавать такой вопрос? Человек явно не знает, откуда Задорнов берет эту информацию, но инсинуации Задорнов с языком уже стали нарекательными. Значит так, много лет он брал от своего друга Виталия Сундакова, от Чудинова Валерия и еще замечательных людей. И даже иногда, надеюсь, это вырежут у Котлярова. То есть я считаю, что Задорнов молодец в этом плане. Есть ли вы по ряду причин? Я с Михаилом Николаевичем Космином не был относительно Космином знаком. Ну, я знаю, что ему это поставит запись. Ну, его друг Виталий Сундаков связался со мной. Михаил Задорнов сделал хитрый ход конем. У меня есть ролик, где он меня услышал. Я, может быть, его когда-нибудь озвучим. Вот сейчас у меня на моем канале называется, может, вы вспомните, слышатели, зрители и друзья, коллеги, что я пытаюсь создать компьютерную игру. Сейчас это вышло на серьезные рельсы. Я даже сам не ожидал, как может мечта становиться реальностью. И у меня в планах, и вот сейчас, кто вот сейчас в эфире находится, я надеюсь, мы с вами обменяемся как контактами, потому что в игру будут внедряться наши древние славянские знания. Уважаемый Михаил Задорнов, он косвенно пошелся. Да, он создает игру. Возможно, она зайдет в тупик, потому что невозможно без автора рисовать картины. Можно только нарисовать эскизы. А вот его друг Виталий Сундаков, он мне хорошее, доброе письмо написал. Благодаря этому письму мы пойдем дальше. И все, что было сказано, я не хочу, мне жалко, что я боюсь вырежут. И вы знаете, как я сам монтажом работаю. Недавно Юрий Рыбникова перекроил. Юрий Рыбников, ой, Юрий, это, а, Юрий Рыбников говорил, что наша планета маленькая, а я монтажом сделал, что наша большая и так далее. Поэтому правильно кто-то заметил, что он пробуждает, раскачивает лодку. Помните этот пресловутый эфир, когда он был в студии Гордона, и тому эфиру, наверное, 5 или 7 лет, и когда Джигурда вот этим своим, да выж, это самое, выж, эти самые, короче. Пожалуйста, я по велосипеду собрал тексту. Андрей, я пом, ой, прошу, ой, поговорки по Фрейду. Саш, я, возможно, помогу.